Из-за коронавируса во всем мире потеряны миллионы лет жизни, пишет журналистка швейцарской газеты Летем Сильвия Ложан. Люди, умершие от COVID-19, в любом случае скончались бы в следующие месяцы. Правда ли это? Нет, отвечают несколько исследований, в которых оценивается количество лет жизни, утраченных в связи с пандемией. Демографы называют эффектом жатвы гипотезу о том, что необычные явления, такие как засухи или эпидемии, в первую очередь убивают наиболее уязвимых людей, которые в любом случае скончались бы в ближайшие недели или месяцы, поясняет автор статьи. Однако во многих научных работах делается следующий вывод. Только меньшинство людей, которые скончались от COVID-19, умерли бы в ближайшем будущем, если бы не были инфицированы новым коронавирусом, говорится в статье. Среднее количество потерянных лет жизни на каждую смерть от COVID-19 будет 14,5 лет. В сильно пострадавших странах количество лет жизни, потерянных из-за пандемии, в 2-6 раз больше, чем из-за сезонного гриппа, отмечают авторы. Коронавирус оказал неоспоримое влияние на смертность, но также необходимо будет оценить его влияние на качество жизни людей, у которых развелась тяжелая форма заболевания или у которых симптомы длятся несколько недель или даже несколько месяцев, что называется длительным COVID-19. Возможные долгосрочные эффекты болезни плохо документированы, так как этот тип данных не собирается систематически. Людей, формировавших науку в 2020 году, называет журнал Nature. Среди них глава ВОЗ, разработчик вакцины против COVID-19, побывавшая в Арктике путешественница и премьер-министр Новой Зеландии. Глава ВОЗ в прошлом году оказался в эпицентре настоящей бури, эпидемиологической и политической. В разгар пандемии Дональд Трамп заявил, что прекратит финансировать организацию, обвинил ее главу в некомпетентности. Тедрос Адханом Гебрейсус вместо споров назвал Соединенные Штаты щедрым другом, а 27 января отправился в Пекин на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Три дня спустя он объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного масштаба, тем самым призвав страны, входящие в ВОЗ, реагировать на угрозу. Следующая в списке Nature — арктический патрульный Верена Мохаупт. Ее задачей было обеспечить безопасность дрейфующего во льдах Арктики ледокола и ученых, которые трудились в тяжелейших условиях. Мохаупт научила участников прыгать в норвежский фьорд в спасательных костюмах и выбираться из холодных вод, используя только ледорубы. Обсуждала с ними психологические эффекты столь долгого нахождения вдали от дома, а также с командой помощников защищала находящихся на льду ученых от медведей. Далее издание пишет о Гонсало Мораторио — вирусологе, который в прошлом году помогал Уругваю успешно справиться с коронавирусом. Вместе с коллегами он создал тест на коронавирус и национальную программу его применения, что смогло сдержать распространение COVID-19 в стране, когда вспышки заболевания охватили всю Латинскую Америку. Также в топе издания оказалась исследовательница общественного здравоохранения из Индонезии Ади Утарини. Она возглавила первые испытания технологии, которая может помочь искоренить лихорадку Денге. Nature также отмечает работу Катрин Янсен, главы отдела исследований и разработки американской фармацевтической компании Pfizer. Она руководила рекордно быстрой работой по разработке вакцины против COVID-19. Ее команда справилась с задачей всего за 210 дней. Именно столько времени прошло с момента начала тестирования в апреле и до завершения третьей фазы клинических испытаний в ноябре. Человек способен искренне полюбить животное любого вида, даже змею или паука, не говоря уже о собаках и котах. Ученые считают, что в основе этого явления лежит подсознательная связь. Взаимодействие с другими животными помогло человеческому мозгу эволюционировать. Автор статьи Федерико Перони преподает курс ветеринарной этологии и благополучия животных в Университете Милана. Людям внутренне свойственна любовь к домашним питомцам, но причина не только в привязанности. Доказательством тому служит исследование, в котором было подсчитано, что на распознавание животного нашему мозгу требуется меньше всего времени по сравнению с анализом любого другого объекта. На это уходит всего 564 миллисекунды. Наиболее вероятным объяснением служит то, что речь идет о рефлексе, сформировавшемся в ходе тысячелетий. Способность быстро распознавать животных отточила наше умение добывать пищу и повысила способность к самозащите от опасных зверей, которых мы стали отличать от безвредных. Таким образом, это автоматический и непроизвольный механизм нашего сознания, благодаря которому мы до сих пор существуем в мире. Наука исчерпывающе доказала, домашние питомцы улучшают наше состояние. Мы расслабляемся, когда гладим их. Это снижает пульс и уровень гормона стресса кортизола. Указом от 28 февраля 2003 года применение домашних животных в терапевтических целях получило официальное признание. Редактор субтитров А.Семкин